Мотовездеходы и снегоходы Можно смело садиться на снегоход и мотовездеход И не соблюдать правила и технику безопасности Мы пойдем другим путем Мы будем учиться, как правильно ездить на этой технике И что нужно для этого знать Для начала нужно пройти курсы по управлению самоходными машинами И сдать экзамены Допускается прием экзаменов И выдаче удостоверения тракториста-машиниста Инспекции гостехнадзора По месту нахождения образовательного учреждения По месту жительства Или места пребывания кандидата При наличии решения главного инженера-инспектора гостехнадзора И подтверждения отсутствия Лишения водительских прав Мы с вами в учебном классе, где будем сдавать теорию Сейчас мне дали экзаменационный лист категория А И вот мой билет номер 4 Запомните экзаменационный лист Фамилия, имя, отчество Дата рождения Номер экзаменационного билета И дата экзамена Пожалуйста, если будут какие-то вопросы перед экзаменом То задавайте Если нет, то приступайте к выполнению теоретической части нашего экзамена Теоретический экзамен принимается по экзаменационным билетам Утвержденным глав гостехнадзором России Путем опроса или на компьютере На теоретическом экзамене проверяются знания правил безопасности И эксплуатации самоходных машин И основ управления ими Факторов, способствующих возникновению аварий Несчастных случаев, ДТП Элементов конструкции машин А также знания правил дорожного движения После сдачи теории Следует практика Кандидат, не сдавший теоретический экзамен К практическому не допускается Повторный экзамен Назначается не ранее, чем через 7 дней Кандидат, не сдавший подряд Три раза практический экзамен К следующей сдаче допускается Только после дополнительного обучения По управлению самоходными машинами С представлением об этом соответствующего документа Одна из функций гостехнадзора Это прием экзаменов И выдача удостоверения На право управления самоходными машинами Вот мы сегодня с вами находимся На закрытой площадке Так называемый трактор-удром Для приема практического экзамена У водителей мотовездеходов и снегоходов На предмет аттестации Их на категорию А Это внедорожные мотосредства Перед началом практической части экзамена Все ученики проходят инструктаж По технике безопасности И потом инструктор уже показывает Схему прохождения участка Значит маршрут движения Со старта уходим На бревна Движение по кругу Наклонный поворот Проходим горку Переходим на змейку Исполняем змейку Преодолеваем ров Проходим бревна И возвращаемся на исходную позицию Первым специальную площадку Или так называемый трактор-дром Должен проехать инструктор Он показывает фигуры К примеру, змейку И способы преодоления препятствий Проезд по горке и бревнам Переезд через ров Статистика показывает Что много несчастных случаев При езде на снегоходе Происходит из-за того Что человек не одевает шлем И главное Чтобы все ремешки Были тщательно отрегулированы На практическом экзамене Проверяются следующие навыки На первом этапе Умение выполнять Такие приемы и маневры Как запуск двигателя Начало движения С места на подъеме Разворот при ограниченной Ширине территории При одноразовом включении Передачи Постановку самоходной машины В бокс задним ходом Постановку самоходной машины В агрегате с прицепом В бокс задним ходом Агрегатирование самоходной машины С навесной машиной Торможение И остановка На различных скоростях Включая экстренную остановку На втором этапе Соблюдение правил Безопасной эксплуатации В объеме квалификации Тракториста Правил дорожного движения Российской Федерации Умение выполнять На самоходной машине Маневры в реальных условиях А для колесных самоходных машин В том числе В условиях реального Дорожного движения А также оценивать Эксплуатационную ситуацию И правильно на нее реагировать У кандидатов на право управления Самоходными машинами Категории А и Ф Проверяется соблюдение Правил безопасной эксплуатации В объеме соответствующей Квалификации Отдельно хотелось бы поговорить О безопасности Езды на снегоходах Любого, кто катается По бескрайним просторам Поля по лугам Под снегом Ожидают масса неприятностей Это может быть и пень И забытая барана И кусок проволоки В общем, под белым и пушистым снегом Не все так хорошо Как может показаться Идя хорошим ходом Километров под 100 И налетев на такое В лучшем случае Пробиваешь головой стекло И уходишь дальше по курсу Уже без снегохода А в худшем Снегоход уходит следом за тобой Что еще менее приятно В первом случае При наличии шлема Как показывает статистика Человек отделывается Небольшими синяками И большим испугом У снегохода же Страдают рычаги подвески А иногда и амортизаторы Но вот когда кульбит Совершается со снегоходом Все намного сложнее В этом случае Выиграет тот У кого будет полная защита То есть полноценный корсет С защитой позвоночника И разумеется шлем Тогда есть шанс Остаться целым Но лучший способ Не получить сверху снегоходом Это следовать Простому правилу езды Если вы прокладываете путь первым Не валите в полный газ Первую дорожку давать лучше Со скоростью 30-40 км в час Однако незадачливым водителям Не стоит надеяться Что можно безнаказанно кататься Без регистрационных номеров Или без шлема Вот уже несколько лет подряд В Подмосковье Проходит операция снегоход В результате которой Все больше самоходных машин Ставится на учет И проходит техосмотр Добрый день Добрый день Всех надзоров Здравствуйте Главный государственный инженер Инспектор Одинцовского района Должанский Ваши документы Никита Сергеевич Почему снегоходом Мы управляем без шлема Снегоходы должны быть зарегистрированы В органах гостехнодзора Московской области Которые эксплуатируются На территории Московской области И владельцы которых проживают На территории области А также у владельцев снегохода Должны быть соответствующие удостоверения На право управления самоходными машинами Вот такого образца Это удостоверение тракториста-машиниста И с открытой категории А Где указаны внедорожные мотосредства Кроме того Все снегоходы должны проходить Ежегодный государственный технический осмотр Вот на эти вопросы обращается Пристальное внимание В период этих операций Операция снегоход Ведется не только на земле Но и с воздуха И если раньше незадачливые подростки Могли просто угнать снегоход У ничего не подозревающих родителей И покататься Не рискуя быть замеченными То теперь это сделать будет Не так-то легко Ну а мы вернемся к нашим ребятам Сдающим практический экзамен по вождению Обратите внимание на экипировку Чтобы не замерзнуть И в то же время быть модно одетым Советуем выбирать одежду В специализированных магазинах Катайтесь в закрытом комбинезоне Он лучше любой другой одежды Защищает поясницу Под комбинезон советуем одеть портку Из непромокаемого дышащего материала Обувь, мотоботы Очки и шлем обязательны Перчатки или рукавицы Выбирайте такие Чтобы вам было удобнее Снегоправление снегоходом Схожи с теми Что применяются при езде На мотоцикле с коляской Сноу-мобиль имеет ту же склонность К опрокидыванию в повороте Поэтому надо уметь Хорошо работать корпусом Соблюдайте принцип От простого к сложному Не газуйте слишком энергично на старте Перед тем как тронуться Наметьте в какой точке Собираетесь повернуть Или остановиться Оттачивайте процедуру остановки Украдите самоуверенность Чтобы остановить машину Весом 300 кг требуется навык Если не сказать мастерство И умение прогнозировать ситуацию Снегоход техника экстремальная И кажущаяся на первый взгляд Простота в управлении обманчива Отработайте на небольшой скорости 10-20 км в час Приемы торможений на рыхлом снегу Потом на укатанном Надо научиться почувствовать машину Проходить повороты с заносом Это здорово Однако начинайте осваивать этот прием На небольшой скорости И обязательно на укатанной трассе Двигайтесь по кругу в одну сторону Потом попробуйте в другую Помогайте машине телом Переносите вес внутрь поворота Чтобы избежать опрокидывания снегохода Если каждый в отдельности элемент освоили Пройдите в спокойном темпе по всей трассе Уделяя особое внимание прохождению поворотов На повышенной скорости Можно проходить повороты Если научитесь использовать бугры в качестве упора Поворачивайте у их основания Чтобы снегоход в фазе изменения направления Наезжал на бугор В конце поворота плавно прибавляйте газ Та же техника применяется При прохождении по виражной стенке Отработайте технику прохождения Прямяков по буграм Выбирайте такую скорость Чтобы снегоход только облизывал бугры Но не прыгал на них и с них Поспешите сразу же угодите прямяков в сугроб Помогайте машине ногами Стоя вдавливайте ее во все неровности И в заключение занятия Можно поездить по всей трассе Опять-таки не торопитесь прибавлять скорость Важно правильно и технично Выполнить приемы Особый разговор о подъемах на гору Не вздумайте предпринимать попытки Въезжать на Крутняк Если не уверены на 100% что это удастся Если попытка не удастся Снегоход задним ходом поедет вниз И вы станете бессильной жертвой Собственной опрометчивости Это крайне опасно для новичка Пожалуйста, не пытайтесь повторить то же самое с первого раза Это очень опасно Если вы только собираетесь начать трегировки То для первого выезда найдите безопасное место Участок поля или просторную лесную поляну Проложите не спеша учебную трассу Нарисуйте на снежной целине Повороты разной степени кривизны Прямяки Проведите трассу по нескольким буграм Используйте для крутых спусков и подъемов И все это на небольшой скорости Ха-ха-ха-ха-ха Такая степень Субтитры делал DimaTorzok Начинайте примерно вот так, не спеша, без рывков и продолжайте на маленькой скорости. Чтобы научиться хорошо и безопасно кататься, необходимо долго и упорно тренироваться, ведь мастерство приходит не сразу. А как гласит известная пословица, тише едешь, дальше будешь. Субтитры делал DimaTorzok